Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 1178. Периметр треугольника равен 48 см. Длина одной сторон треугольника составляет 5,16 периметра. А длина второй – 0,64 длины первой стороны. Найдите стороны треугольника. Длина одной стороны составляет 5,16 от периметра, то есть от 48 см. Найдем эту сторону. Нам нужно тогда 48 см разделить на 16 равных частей. Если мы разделим, получим 3 см. А потом 3 см умножить на 5, получим 15 см. И это длина, ну назовем ее первая сторона треугольника. Первая сторона. Что сказано про вторую сторону? А длина второй – 0,64 длины первой стороны. То есть нам нужно найти 0,64 от вот этой первой стороны, от 15 см. Значит, 0,64. Тогда вначале нам нужно 15 разделить на 100 равных частей. Ну, делим на 100, сдвигаем запятую на две цифры влево. Получаем 0,15. А потом нужно 0,15 умножить на 64. Вот мы и получим длину второй стороны. Давайте выполним умножение на черновике. 0,15 умножить на 64. Так, 60. 90. Так, две цифры отделили справа. Получили 9,6 см. И это мы нашли вторую сторону. Вторая сторона. А нам нужно найти все стороны треугольника. Ну, периметр, как известно, это сумма сторон. Тогда мы должны из 48 см вычесть первую сторону, это 15. Потом вычесть вторую сторону, 9,6. И так мы узнаем третью сторону. Ну, 48 минус 15 мы можем вычислить устно. Это будет 33, 33. А потом из 33 нужно вычесть 9,6. Но это, конечно, лучше сделать в столбик. Ну, да. И на черновике 4. 12 минус 9, 3. 3 минус 1. Здесь уже 2. 23,4. И это длина второй стороны. Третьей стороны. Третья сторона треугольника. И нам остается записать ответ. Нам нужно было найти три стороны треугольника. Первая сторона составила 15 см. Вторая сторона – 9,6 см. Давайте через точку запятой. И третья сторона – 23,4 см. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует... Продолжение следует...